Каждое утро Татьяна Мишустина отправляется на службу, облачившись в форму с погонами, а вечером строгий соловик становится заботливой женой и мамой. Уже в гражданском спешит в магазины по домашним делам. Татьяна Мишустина 16 лет отдала службе в органах. В сегодняшних эпидемиологических условиях уже давно хотела сделать прививку, но все никак не находила времени на поход в поликлинику. И вот мобильная бригада медиков прибыла прямо в стены учреждения, где работает Татьяна. У нас не только много сотрудников в аппарате управления, но и также мы ходим в магазины, посещаем дошкольные учреждения, едем в транспорте. Конечно же, людей вокруг много. Прививку сделали очень аккуратно, безболезненно, показали вакцину, все объяснили. Около ста сотрудников УФСИН сделали прививку от коронавируса, не отвлекаясь от службы. Такая возможность появилась благодаря инициативе общественного совета при силовом ведомстве. Чтобы нашим сотрудникам было удобно во время своей служебной деятельности вакцинироваться, потому что это сегодня необходимо не только учреждениям, но это также необходимо и всему гражданскому обществу. Сотрудникам предлагалось на выбор два вида вакцины, а каждый подробно рассказали и ответили на возникшие вопросы. Мы тяжелых реакций не видели. И, кстати, хочу обратиться к гражданам, тоже я вот и на своих семинарах всегда об этом говорю, вот обратите внимание, сейчас привитые есть вокруг каждого из нас и в немалом количестве. И вот у всех реальных привитых, что мы видим? Ничего, собственно, никаких страшных реакций мы не видим. Один день, иногда ничего, иногда до трех дней небольшая температура. Все страхи и ужасы мы видим только в интернете. Число привитых от вируса россиян уже превысило 5 миллионов человек. Главная цель вакцинации – выработка коллективного иммунитета. Сделать прививку можно в своей районной поликлинике или позвонив по номеру горячей линии 122. Мария Левина, Константин Головин. События.